МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мерзнуть не будем. Ближайшие пять дней отопление должны включить во всех домах. Такое поручение дал местным властям во время селекторного совещания с регионами Владимир Гройсман и призвал их ориентироваться не на нормативные показатели начала отопительного сезона, а на погодные условия и температуру на улице. Отвечать же за холодные батареи, предупредил премьер, будут главы областных администраций и мэры. Вице-премьер-министр Зубков Геннадий Григорьевич, прошу. Есть 100% готовность начать опаленный сезон, там, где он еще не начать. На местах денег сегодня есть. Я еще раз подклеслю, газ есть, электроэнергия есть. Все абсолютно безопасно. Все угоды с «Нафтогазом» будут подписаны, все решения необходимы приняты, поэтому начинайте опаленный сезон. Не забыл примеры о том, чем люди будут платить за тепло. Активизировать работу по назначению субсидий глава Кабмина призвал местной власти. Утверждает, деньги для этого есть, система максимально упрощена. Сообщил Гройсман о том, что правительство разрабатывает схему монетизации госпомощи. Решение уже на подходе, и по итогам отопительного сезона люди, сэкономившие на коммунальных услугах за счет энергосберегающих мероприятий, будут получать на счет живые деньги, а не просто справку о субсидии. Число жертв мощного урагана, который на протяжении суток бушевал в Одессе, возросло до 4-х человек. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации, обесточены десятки населенных пунктов. О том, как регион приходит в себя после удара стихии, репортаж Андрея Анастасова. Всю ночь шквальный ветер и дождь, на утро 600 поваленных деревьев и целый район Одессы. Поселок Котовского отрезан от остального города. Путь переграждает озеро, которое образовалось на Пересыпе. Чиновники объясняют, почему не смогли откачать воду. Начала поступать активно при шторме, поступать морская вода на территорию города, что обесточило наши насосные станции. Улицы в буквальном смысле превратились в реки, люди пересели в резиновые лодки. Отчаянные автомобилисты не едут, а плывут, набирая в салон воды. Многие пешеходы идут вброд. Домой надо это? На работу я бы не прорывался так, как некоторые. Судя по всему, здесь надо плыть, пешком не получится. Утром становится известно еще об одной, уже третьей жертве урагана. На улице Головковская от удара током погибла 11-летняя девочка. Вечером она вышла во двор и наступила на оголенный провод. Оголенные провода, которые сорвал ветер под напряжением, что убило мою девочку. И даже скорой помощи не могла не выйти, не зайти. Полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай, но соседи сомневаются, дескать, тут еще надо разобраться. Возможно, виной всему оказалась халатность энергетиков или других служб. Зелентрест не занимается обрезкой деревьев. Если бы изначально обрезали ветки, наверное, не случилось бы такого. Вероятно, еще одной жертвой стихии стал 21-летний парень на улице генерала Цветаева. Он погиб под обломками ветхого дома. Скорее всего, стены впитали столько дождевой воды, что просто рухнули под собственным весом. Всего же за сутки в области обесточенными оказались полторы сотни населенных пунктов. В поселке Затока подтоплены десятки домов. Бушующее море вплотную подошло к линии застройки. Разрушена набережная. Учитывая, что у нас осенью всегда обычно прилив морской и плюс еще впереди зимняя шторма, то я сомневаюсь, что она достоит до весны. Тем временем, на завтра в регионе снова объявлено штормовое предупреждение. Ветер, правда, будет уже не такой сильный, до 20 метров в секунду. Но местным жителям по-прежнему советуют не испытывать судьбу и не выходить без особой надобности на улицу. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Из Одессы ливни, грозы, сильный ветер переместились к востоку и центру страны. И сегодня почти вся Украина во власти холодного балканского циклона. На западе к дождям добавился и снег. Там без света остались почти 300 населенных пунктов. Спасательные службы просят жителей не выходить из дому без особой надобности, ну а на улицах не терять бдительность. Под деревьями и линиями электропередач лучше не ходить и автомобили не парковать. Подробнее о ситуации расскажет Сергей Бордюжа. В Запорожье непогода пришла ночью, да утрашил сильный дождь, но обошлось без катаклизмов. А вот в курортном поселке Кирилловка на Федотовой косе подтопленными оказались около 30 баз отдыха. Порывы ветра, то, что на сегодняшний день есть, это по Запорожье на выходные дни от 7 до 10 метров в секунду. Все приведены службы, как говорится, в боевой готовности. Мы, в принципе, ожидаем, что город Запорожье, если даже эти катаклизмы будут, пройдет это с минимальными потерями. Зацепила непогода и Николаевскую область. Там обесточены более полусотни населенных пунктов. А вот в самом Николаеве штормовой ветер валил билборды и деревья. Из-за этого повреждены несколько автомобилей и оборваны троллейбусные электролинии. Сейчас ветер и дождь в городе почти утихли. На ликвидацию наследственных годов через падение дерев на транспорт в городе Миколаеве працювали рятувальники по проспекту Богоявленскому, Куджуково, на проспекту Центральному. Пошкоженные автомобили ВАЗ. На улице Биле 100 впав на два автомобиля ДЕУ. А вот в Виннице дождь со снегом. Пользователи социальных сетей тут же поспешили выложить фото и видео непогоды. Из-за обильных осадков на дорогах возросло количество ДТП и жертвы. А вот в одном из сел области дерево едва не убило детей. 16-летняя девушка прикрыла с собой младшего брата. Мальчик не пострадал. А вот сестру с переломами госпитализировали в больницу. В то же время в Прикарпатье пришла настоящая зима. Не на шутку разгулялась метель. В районе Черногорского хребта шквальный ветер со снегом, а температура воздуха упала до 3 градусов мороза. В этой ситуации спасатели рекомендуют туристам воздержаться от похода в горы. Сергей Борнюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Кулачная служба. В одном из столичных супермаркетов охранники жестоко избили мужчину. Накануне вечером видео случившегося облетело в соцсети. Наши журналисты попытались выяснить, в чем провинился неудачливый покупатель и накажут ли хоть кого-то за очевидно противоправные действия охраны. Ольга Теребинская подробнее. Вчера вечером это видео облетело все социальные сети. Десятки тысяч просмотров, комментариев и никакого результата. На этих кадрах видно, как охранники столичного супермаркета жестоко избивают парня у входа в магазин. Увидев, что их снимают, двинулись в сторону свидетелей. Представители сессии объясняют, этот человек хотел вынести большое количество товара, в том числе и элитного, через неработающую кассу. А на просьбу оплатить ответил в грубой форме. Впоследствии словесная перепалка переросла в драку. В финал этой драки случайные прохожие сняли на видео и выложили в социальные сети. Мы, как компания, говорим о том, что наши сотрудники без сомнения нарушили должностные инструкции и выслали в свою полноценную данные сотрудники уже уволены. Тот человек, который совершал правонарушение, в полицию не обращался и не заявлял о нанесенном ему ущербе. Но у очевидцев, авторов этого видео, иная версия случившегося. Говорят, словесной перепалки не было. Человека сразу стали бить. Ну, там, может, еще что-то было, но я не запомнил. Вышел потом охранник, сказал ему, нам начальство сказало себя отпустить. Он минуту постоял и ушел. В пресс-службе столичной патрульной полиции рассказывают, их вызвали уже после инцидента. Найти свидетелей драки не удалось. А поскольку нет заявления и от потерпевшей стороны, дело не открыли. Розыском же нарушителей может заниматься только райотдел, никак не патрульный. И то, если будет соответствующее заявление. Так что, несмотря на наличие видео, где отчетливо видно, как жестоко избивают человека, пока что охранников никто не ищет. Ольга Теребинская, Александр Пантелеймонов, подробности, телеканал Интер. Дело скандального бриллиантового прокурора Александра Корнеца передали в суд. Бывшему зампрокурора грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом говорится на сайте ГПУ. Сначала Корнеца и его сестру Ларису Прокопенко обвиняли в систематических поборах, а затем и в том, что они попросту отжали частный бизнес по переработке бытовых отходов. Материалы данного дела уже в столичном Печерском суде. И это, напомню, не единственное преступление, в котором обвиняют Корнеца. Его и первого замначальника главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина поймали на крупной взятке в июле прошлого года. Тогда при обыске у них нашли около полумиллиона долларов и бриллианты. Однако эти обвинения до сих пор не доказаны, а подозреваемые внесли миллионные залоги и сейчас на свободе. Сам Александр Корнеец все отрицает. В Крапивницком апелляционный суд оставил под стражей поселкового голову, которого обвиняют в получении почти 300 тысяч гривен взятки. Напомню, Сергея Денисенко военная прокуратура задержала на прошлой неделе. Деньги через посредника он получил за продажу предприятию почти трех гектаров земли по заниженной цене. Кировский суд оставил Денисенко под стражей с правом внесения залога, а сегодня апелляционный суд пересматривал меру пресечения и оставил ее без изменений. Сам Денисенко свою вину отрицает. Еще один прокурор-взяточник попался на горячем. 2000 долларов хотел получить сотрудник Львовской прокуратуры. Деньги требовал за содействие в освобождении обвиняемого от отбывания наказания с испытанием. Именно такую позицию должна была занять прокуратура во время судебных слушаний. При получении второй части суммы его задержали. Все обстоятельства сейчас выясняются и теперь уже решается мера пресечения для прокурора. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Не зарплатой единой живет и львовский градоначальник. 17 тысяч гривен премии и каждый месяц. Именно столько из местного бюджета уходит на денежную надбавку Андрею Садовому. Так высоко его оценили местные депутаты и назначили ему премию, которая в 6 раз превышает должностной оклад. Это стало известно сегодня. Журналисты информагентства «Украинские новыны» получили от управ делами львовского исполкома официальный ответ. В нем говорится все по закону. Уточнить, за какие именно заслуги премию львовского градоначальника попитались и мы. Но в мэрии от комментариев отказались. А вот местные активисты свою позицию уже высказали. Пан Андрей Иванович Садовый является человеком олигархины, потому что он это переписал, майно на дружину. То в наш такой бедный час отрабатывать 600% премии, когда Львов заклинается в смерти, когда его возят по всей, как какую-то достопримечательность возят по всей Украине. Если он себя ценит, что он отработает аж в 6 раз больше, чем он отработал всегда, то это смешно. Истинно. Гражданин мира. В Черновицкой области сотрудники спецслужб поймали украинского госслужащего с иностранными документами. На собственной иномарке с чешскими номерами поздно ночью он ехал в Румынию. Какой груз заинтересовал таможенников даже больше, чем наличие второго гражданства у чиновника, знает Ольга Паломарюк. Чтобы поймать чиновника, спецслужбам пришлось разработать целую операцию. На пункт пропуска Порубной на границе с Румынией главный специалист Хатинской райгосадминистрации заехал около пяти часов утра. С румынским паспортом и на иномарке с чешскими номерами. С собой вез документы на получение гражданства других людей. Под час огляда автомобиля спецслужбы выявили шесть комплектов документов граждан Украины, необходимых для оформления румынского гражданства, а также оригиналы печаток румынских юридических осіб и печаток украинского нотариуса. Чиновника допросили, рабочий кабинет опечатали и отпустили. Ведь, согласно законодательству, максимум, что ему светит за двойное гражданство – небольшой штраф и увольнение. В райгосадминистрации рассказывают, Виталий Дорофей несколько лет работал главным специалистом по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и противодействию коррупции. До этого в таможенной службе и УБОПе. Жажда заработать в Евросоюзе – главный стимул для получения иностранного паспорта, подтверждает журналист Петр Кабевко. И первый в таком списке, говорит, зачастую именно депутаты. Если не принять меры, ситуация будет только ухудшаться, уверены политологи. И предлагают, прежде чем взять чиновника на госслужбу, проверять, есть ли у него иностранное гражданство. Но пока политологи думают, а журналисты пишут статьи, вопрос остается открытым. Или, может быть, двойное гражданство все-таки кому-то выгодно, чьи документы вез на оформление чиновники, получал ли он вознаграждение за свои услуги, в СБУ тоже не комментирует. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер Черновцы. Вопрос двойного гражданства остро стоит не столько в Черновицкой области. Почти каждый десятый житель Закарпатии имеет два паспорта. Не скрывают этого и чиновники. Чем опасно такое положение дел и что грозит живущим на две страны? Жанна Дучак разбиралась. Астей. Небольшое село в береговском районе на юге Закарпатия. Украинское оно или нет, сразу и не скажешь. На улице большинство машин с венгерскими номерами. На венгерском написаны названия улиц, вывески и почти вся реклама. На украинском здесь мало кто говорит. Как выяснилось, мало кто его и понимает. Ничего не спрашивайте, я ничего не понимаю на украинском. Едва ли не все жители Астея трудоспособного возраста сейчас работают за рубежом. Пенсионерка Юлия рассказывает, ее внуки тоже уже несколько лет работают в Венгрии. Причем абсолютно легально. Так как у них двойное гражданство. Украинское и венгерское. У нас в селе много кто имеет двойное гражданство. У меня внуки в Венгрии учились, теперь там и работают и имеют гражданство. А вот у 25-летнего Норберта пока только украинский паспорт. Но уже совсем скоро парень надеется получить еще один, венгерский. Документы на его изготовление он уже подал. То, что это незаконно, Норберт понимает. Но другого способа найти хорошую работу он не знает. Двойное. Двойное? Да. Потому что мы это украинский и украинский. Чтобы идти в Чехию или в Германию зарабатывать хорошо. Потому что тут не очень так платят, как в Германии или в Чехии. Таких как Норберт, особенно в приграничных селах, почти 90% рассказывают в областной госадминистрации. Только по официальным данным сейчас двойное гражданство имеют около 110 тысяч жителей Закарпатия. И среди них даже госслужащие. Пока удалось обнаружить только один такой факт. Но в администрации уверены, их в области гораздо больше. У нас только один есть подтвержденный случай. Это как раз в Бегарьевском районе, когда начальник отдела области, Лендил, призвища его, установлено официально. Факт двойного гражданства. Есть чисто теоретично, мы допускаем. Было бы удивлено, что это только один случай. Очевидно, есть больше. Но доказаний пока что у нас нет. Но губернатор Геннадий Маскаль уже нашел объяснение этому явлению. И утверждает, к сепаратизму двойное гражданство жителей региона не имеет никакого отношения. Еще один паспорт, Венгрия или любой другой европейской страны, закарпатцы получают исключительно из прагматических соображений. Там очень чисто прагматичные причины, возможность свободно переселиться с Евросоюзом, легально жить там и работать без каких-то ограничений. Вот это главная причина отримания угорского гражданства. Хотя последние высказывания председателя областного совета Михаила Ривиса в одном из его интервью, многих заставили все же в этом усомниться. Если правительство хочет видеть Закарпатье в составе Украины, то они должны не забывать, что край существует. Эти слова многие восприняли как намек на возможное отделение Закарпатской области. Хотя сам председатель сейчас уверяет, его не так поняли. У нас финансируются дороги Львовщины порядка 2,2 млн, а Закарпаття финансируется порядка 70 млн. То есть это несколько десятков разов разница. Я просто-напросто хочу сказать, что Закарпаття хочет быть равным партнером с всеми другими областями Украины. Как бы там ни было, но ни в одном из законов Украины нет ничего о том, что прагматичные мотивы могут оправдывать получение двойного гражданства. Но и механизм наказания за получение второго паспорта в законах не прописан. Особенно, если нарушителей не единицы. А только по официальным данным их более 110 тысяч в одном регионе. Жители Закарпаття об этом знают. Вот и не видят смысла скрывать. Егор Логинов, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Тем временем Румыния отменила визовый сбор для украинцев. Об этом договорились украинский Кабмин и румынское правительство. Соглашение вступает в силу 21 октября. Визы категории Д дают право на пребывание или проживание в государстве на срок не более 90 дней. Два месяца в СИЗО до 11 декабря. Такую меру пресечения избрал Киевский райсуд Симферополя пяти крымским татарам. Их задержали вчера в поселках Строгановка и Каменка в пригороде Симферополя после обысков в их домах. Обнаружили у них религиозную литературу. Четверых задержанных подозревают в том, что они члены организации Хизбут-Тахрир, которая признана террористической и запрещена в России. Одного в организации ее деятельности. Адвокаты намерены вердикт обжаловать. МедУкраины несколько минут назад опубликовал на своем сайте официальное заявление, в котором требует немедленного освобождения арестованных крымских татар и двух граждан Украины, которые незаконно удерживаются в неволе. И обращаются к международным партнерам с призывом усилить давление на Российскую Федерацию. Накануне парламентская особлея Совета Европы приняла две резолюции в поддержку Украины, в одной из которых выражает обеспокоенность ситуации в сфере прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе. И призывает российские власти гарантировать защиту прав и свобод для всех жителей этих территорий. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Израиле. Это связано с осенними праздниками, в период которых спецслужбы традиционно ожидают всплеска активности террористов. Об особенностях работы правоохранителей расскажет Сергей Ослендер. Осень для израильских правоохранительных органов, пожалуй, самая горячая пора из-за бесконечных праздников. Накануне в Израиле завершился Йом-Кипур или Судный день. Это такой всеизраильский выходной, когда не работает вообще ничего, но именно в эти дни спецслужбы особенно опасаются терактов. Естественно, главное внимание будет уделяться событиям, которые происходят в Иерусалиме, в столице Израиля. Перед Судным днем и во время, на протяжении Судного дня были определенные места, где происходили столкновения между арабскими молочниками и израильской полицией. И, естественно, мы знаем, и полиция знает, и все наши граждане знают, что во время праздников, наших еврейских праздников, у террористов практически постоянно появляется очень высокая мотивация помешать нам проведению этих праздников, сделать все для того, чтобы ситуация стала напряженной. Меры безопасности себя полностью оправдали. Судный день еще не успел начаться, а в арабских кварталах Восточного Иерусалима вспыхнули беспорядки. Арабы стали забрасывать камнями и бутылками с бензином проезжающие машины, трамваи, солдаты, полицейские. Те были вынуждены применить оружие. Один из арабов убит. Выяснилось, что он активный член Хамас. В деревне Силуан, откуда пришел террорист, расстрелявший накануне в Иерусалиме людей, арестовано около 30 человек. В эти же дни военные обнаружили тоннель, который вел из арабской и израильской деревни Тайбе на палестинские территории. Его прорыли жители деревни, сторонники исламского государства для контрабанды оружия. Все они задержаны, предъявлены обвинения. Сейчас палестинские территории закрыты, никто оттуда не может попасть в Израиль. Проезд разрешен только машинам скорой помощи, да и те досматривают с особой тщательностью. Полиция перешла на 14-часовой рабочий день. В армии отменены отпуска, резко увеличено число вооруженных патрулей на улицах. Режим чрезвычайной ситуации продлится еще как минимум неделю до окончания праздника Суккот. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Один из самых опасных террористов, задержанных за последнее время в Европе, найден мертвым в тюрьме в Лейпциге. Это сириец Альбакр, которого подозревали в связях с ИГИЛ и подготовке масштабного теракта в Берлине. Как отреагировали на эту смерть немецкие силовики, расскажет Татьяна Лагунова. Фиаско немецкой юстиции. Это еще довольно безобидный комментарий местных СМИ к самоубийству Джабера Альбакра. Заключенный, который находился под усиленным наблюдением, покончил с собой. Сириец повесился в тюрьме Лейпцига на собственной рубашке. С подозреваемым беседовал психолог и пришел к выводу, что вероятность суицида невысокая. Он посоветовал проверять камеру с интервалом 15-30 минут, что мы и делали. Этого не должно было произойти. Тюремщики оправдываются. Провести тщательное расследование требует министр внутренних дел. Нужно немедленно расследовать, как такое могло случиться. Это самоубийство существенно осложняет расследование, поиск возможных сообщников и выявление целых сетей. Для Томаса де Мезьера это уже дело чести. В сторону его ведомства все чаще звучат громкие обвинения в непрофессионализме при поимке Джабера Альбакра. Немецкие силовики действительно сработали из рук вон плохо. Сначала, когда они пришли к предполагаемому террористу с обыском, он сбежал, потом скрывался несколько дней. Задержать Альбакра удалось только благодаря беженцам из Сирии, у которых он попросил приют. Хозяева узнали, гостя связали и сдали полиции. Зачем нам полиция, если беженцы работают лучше, шутят немецкие журналисты, а политики предлагают наградить беженцев, поймавших террориста, орденом за заслуги. То, что сделали эти люди, заслуживает признания. Награждение станет символом благодарности, а они сами примером для подражания, что поможет интеграции. Если бы они не сдали подозреваемого в терроризме полиции, он бы мог и дальше оставаться на свободе и планировать атаку. Целью Джабера Альбакра, к слову, был Берлин. Немецкие силовики сообщили, он планировал взрывы в столичном аэропорту и на вокзале. Теракты должны были организовать на этой неделе. Татьяна Угноя, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Дети на продажу. Полиция немецкого Дуйсбурга открыла дело против семейной пары, которая пыталась продать в интернете новорожденную девочку. Фотографии Марии выставили на одном из интернет-аукционов. За младенца просили 5000 евро. Сейчас малышка находится в службе по защите детей. Ее родителей допрашивают. Полиция пока не сообщает, действительно ли супруги хотели продать ребенка или же неудачно пошутили. Известно только, что они беженцы. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Рынок безработицы. Госслужба занятости предупреждает, какие профессии окажутся под ударом. Дамский негодник. Трамп оказался в эпицентре нового пикантного скандала. В Украине грядут массовые сокращения, хотя безработных и так уже немало. Меньше стало и высокооплачиваемых вакансий. К таким выводам пришли в госслужбе занятости после анализа ситуации на рынке труда. В конце марта занятого населения было на 200 тысяч меньше, чем в прошлом году. А вот безработица выросла до 10%. Это не считают тех, кто находится в неоплачиваемом отпуске или переведен на неполный рабочий день. Будет еще хуже, прогнозируют в ведомстве. 223 тысячи украинцев в Киеве, Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях уже предупредили об увольнениях. Большинство из них это учителя, врачи, работники госпредприятий и чиновники. Впрочем, избавиться от лишних сотрудников сейчас хотят практически все работодатели. Активнее всего штатные расписания режут промпредприятия из-за неэффективного управления или модернизации. О масштабном сокращении персонала задумались и аграрии из-за снижения объемов производства. В то же время растет число вакансий, причем тоже на заводах и фабриках. Часто ищут технологов, инженеров и рабочих. Впервые за долгий период сегодня было тихо в Авдеевской промзоне на Донецком направлении. Но из-за массированных артобстрелов на участке фронта толковка Широкина есть раненые. Подробнее Геннадий Вивденко. На линии обороны Мариуполя украинские военные пережили самые сильные обстрелы за месяц. За сутки семеро наших бойцов ранены, двое контужены, разрушены жилые дома в водяном. Огонь ведется в дневное время, в ночное время. То есть уже идет, скажем так, открытое нарушение всех договоренностей, перемирий. В принципе, эти перемирия они и не соблюдались со стороны боевиков. Носилие односторонний характер. Ну а теперь это уже вылилось, скажем так, в открытое проявление жесткого, так скажем, давления силового. По официальным данным штаба АТО на позиции ВСУ под Водяным, Толоковкой и Широкиным упало около 800 боеприпасов разных видов артиллерии. Уже четвертый день бойцы здесь переживают сильнейшее огневое давление. Там стреляют минометы и артиллерия. Должу почти неделю. Есть надежда, что сегодня затяжной дождь остановит огонь вражеских орудий. Новую площадку будут делать. А в 100 километрах к северу от боевых действий военные 53-й бригады помогают соорудить спортивную площадку во фронтовом Торецке. Не хватает, конечно. Нужно больше площадок делать. Вот она одна, и то пособирали здесь качели, были еще другие. А мы с ребенком, нам все равно нужно приходить и общаться. 20 лет парк был заброшен. Сейчас здесь все обустраивают силами армейцев и местных активистов. Будет установлено спортоборудование, брусья, турники, баскетбольное кольцо, а также две лавочки, две урны. Отсюда до линии соприкосновения 6 километров. Уже несколько дней противник здесь практически не стреляет по украинским позициям. Кому-то и строить надо. Противник сейчас дает возможность. Ну, слышите, тишина. Днем тихо, днем можно. Геннадий Вивданко, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Проведение выборов на Донбассе сейчас невозможно. Так считает главный дипломат Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Об этом он заявил во время выступления на заседании ПАСЭ в Страсбурге. По словам немецкого министра иностранных дел, обязательное условие для проведения голосования это перемирие. А сейчас оно постоянно нарушается. Тем не менее, Штайнмайер в очередной раз подчеркнул, альтернативы минским договоренностям Берлин не видит. И намерен продолжить работу для их реализации в рамках нормандской четверки. Ситуацию на Донбассе сегодня обсуждали по телефону Петр Порошенко и Франсуа Алант. Глава украинского государства отметил, количество обстрелов со стороны боевиков увеличилось. При этом постоянные пункты наблюдения ОБСЕ в районах разведения войск отсутствуют. Президенты Украины и Франции отметили, Россия до сих пор не выполнила свои обязательства по обеспечению безопасности, прописанные в минских договоренностях. Также Порошенко и Алант договорились о продолжении консультации в Минске на уровне ДИП-советников глав государств нормандского формата, после которых на следующей неделе лидеры Украины, Франции и Германии проведут телефонную конференцию. Освобождение журналиста Романа Сущенко, арестованного в России, сегодня с представителем ОБСЕ по вопросам свободы слова СМИ Дуний Миятович обсудил министр иностранных дел Павел Климкин. Он подчеркнул, этот вопрос является приоритетным для Украины, поскольку без свободы слова и защиты прав журналистов невозможно демократическое развитие страны. Прекратить давление на СМИ, оппозицию и обеспечить равные права этническим, языковым и религиозным группам. Оппозиционный блок потребовал от власти выполнение всех пунктов резолюции ПАСЕ. Политсила проанализировала принятый европейцами документ, предварительная его версия опубликована на сайте оппозиционного блока. Напомню, вчера ПАСЕ приняла две резолюции в поддержку Украины и засвидетельствовала свою готовность поддержать украинскую государственность и суверенитет. Среди пунктов резолюции обеспокоенность постоянным давлением на свободу слова, независимые медиа и политическую оппозицию, а также призыв к украинским властям следовать международным демократическим стандартам. Венецианская комиссия готова разработать свой проект изменений в украинский закон о люстрации. Об этом сообщил в интервью Европейской правде ее президент Джани Букикио. По его словам, комиссия несколько раз советовала Киеву изменить закон, но, увы, до сих пор правок так и не увидела. Вчера в парламентской ассамблее Совета Европы приняли все поправки, которые внесла член ассамблеи от Украины Юлия Левочкина. В частности, это требование привести законодательство по люстрации в соответствие с выводами венецианской комиссии. Напомню, в Минюсте еще с декабря 2014 года обещают исправить действующий закон о люстрации, но в Венеции заявили, что данная редакция закона нарушает права человека. Главная претензия о люстрации подвергается абстрактное число госслужащих без конкретных доказательств их вины. Просто за то, что в определенный период они занимали определенные должности. Уже завтра венецианская комиссия должна снова собраться, чтобы оценить украинский законопроект о гарантиях свободы мирных собраний. Какое примут решение и будут ли снова говорить о люстрации, расскажем подробнее в пятницу. Экс-премьер-министр Португалии Антонио Бутерреш официально стал генеральным секретарем ООН. Он сменит на этом посту южнокорейца Пангимуна в конце года. Бутерреш был одним из 13 кандидатов, которые претендовали на пост главы ООН. Новому Генсеку 67. Он был премьером Португалии с 1992 по 2002 год, а в ООН уже занимал пост Верховного комиссара по делам беженцев. Избрали Бутерреша единогласно. Его каденция на посту Генсека закончится 31 декабря 2021 года. Женщины против Трампа. В Соединенных Штатах новый скандал вокруг кандидата от республиканцев. Его предвыборный офис пикетирует, и все после заявлений нескольких дам о том, что миллиардер к ним в разные годы приставал. Как это скажется на рейтингах, Дмитрий Анопченко выяснял ответы. Трамп думает, что рулит здесь, так мы поставим его на место, кричат его противники. Женские пикеты – новая реальность этой кампании. Кто-то вышел, потому что действительно возмущен, кто-то – потому что штабу демократов. Важно, чтобы о скандале с разговорами Трампа не забывали. В любом случае, возле его предвыборного офиса в эти дни шумно. Этот человек поведет страну не тем путем, каким мы хотели бы. Это не был просто разговор в раздевалке. Слова много – значит, это разговор о сексуальном насилии. Основной лозунг здесь – то, что плохо для женщин, плохо и для Америки. И эти слова, написанные на самодельных плакатах, многие сейчас поддерживают. А поводом для пикетов стали откровения нескольких женщин. Нью-Йорк Таймс разыскала тех, кто сейчас утверждает, в разные годы якобы были жертвами сексуальных домогательств нынешнего кандидата. Вот одна из них, Джессика Литц, 74-летняя дама, рассказывает, что 35 лет назад, в 80-х, она летела рядом с Трампом в одном самолете. И тот, мол, поднял ручку между креслами и распустил руки. Это был шок, когда я почувствовала его руку на своем теле. Вранье моментально заявила в интервью CNN пресс-секретарь компании Трампа. Я вообще в это не верю. Это на 100% выдумки. В первом классе в те годы ручки в креслах, в принципе, не поднимались. Но пресса нашла еще трех женщин с похожими историями. Секретаршу из офиса Трампа, которая говорит, шеф в лифте как-то пытался ее поцеловать. Даму из Флориды, которая утверждает, 13 лет назад в частном клубе Трамп к ней навязчиво приставал. И главного свидетеля, журналистку журнала People, которая теперь утверждает, во время давнего интервью Трампа он пытался ее соблазнить. Несколько часов назад Трамп в своей социальной сети все эти обвинения опроверг, сказал, мол, выдумки. Но сторонники Хиллари таким историям верят безоговорочно, приверженцы Трампа называют их лживыми. Мол, если это правда, почему тогда все эти годы никто ничего не говорил? Почему грязное белье вытащили на свет только сейчас, за месяц до выборов? Но в любом случае, если снежный ком обвинений дальше будет обрастать новыми заявлениями женщин, это существенно уменьшит шансы республиканца на победу. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. В Таиланде траур. Умер король Пхумипон Адульядет. На престоле он находился рекордный срок, 70 лет. В последнее время монарх мало появлялся на людях из-за проблем со здоровьем. На прошлой неделе его госпитализировали и подключили к системе искусственной вентиляции легких. Тайцы глубоко уважали своего правителя и называли отцом нации. Теперь трон унаследует единственный сын монарха Машетва Чиралонгкорн. Будущему королю 63 и он вместе с молодой женой часто оказывался в центре скандалов. Два года назад в сеть попали кадры принцессы Топлеса. Этим летом будущий король с женой шокировали своим видом немцев. Они прибыли в страну в коротких топах и приспущенных штанах. Чемпиону мира Тайсону Фьюри приостановили боксерскую лицензию. Так британский боксерский совет наказал спортсмена за употребление кокаина. Эта новость пришла вслед за сообщением самого Фьюри об отказе от поясов, полученных в поединке с Владимиром Кличком. Как эта полоса невезения повлияет на карьеру цыганского короля, разбиралась Светлана Чернецкая. Красивая улыбка, за которой скрываю боль, проникновенно поет Тайсон Фьюри. Его боксерская карьера это сплошная показуха ребячества и цирк. То он появляется в костюме супергероя Бэтмена на пресс-конференции, то величественно спускается под зажигательную музыку в сопровождении девушек из группы поддержки. Там, где этот британец всегда много шума, но и работу свою он выполнял на отлично. Ни одного проигрыша в профессиональной карьере. Из 25 боев 18 он завершил нокаутом соперника. А это самое важное из всех его побед. Пик карьеры. Год назад Тайсон Фьюри сделал почти что невозможное. Прервал 11-летнюю полосу побед Владимира Кличко и лишил его титула чемпиона мира. Правда, после этого триумфа у самого Фьюри началась полоса неудач. Его обвинили в приеме допинга, журналисты не спускали с него глаз, и ему, никогда не отличавшемуся умением держать язык за зубами, пришлось не сладко. В новости он попадает как гомофоб, сексист и провокатор. То сравнивает геев с педофилами, вызывая возмущение ЛГБТ-сообщества, то не лучшим образом отзывается о женщинах. Я не сексист. Думаю, что лучшее место для женщины или на кухне, или в постели. Это моя точка зрения. Я считаю, что ее дело заварить мне хорошую чашку чая. Уже почти год, как британский боксер, не удосужился провести ни одного поединка, несмотря на обязательства перед боксерскими ассоциациями. Матч-реванш с Владимиром Кличко переносился дважды. В первый раз будто бы из-за повреждения лодыжки, второй по совету врачей. Но сам Фьюри признался, последние несколько месяцев не появлялся в спортзале. Меня же вообще нельзя назвать спортсменом. Я вам покажу, как я выгляжу. Вот, посмотрите, жердяй. Тебе должно быть стыдно, что жердяй тебя победил. Сейчас боксер проходит курс психотерапии, лечится от биполярного расстройства. Он страдает тяжелейшей депрессией. И даже хотел покончить жизнь самоубийством. Но, по его словам, христианская вера не позволяет. Признался, что есть проблемы и с алкоголем, и с наркотиками. Говорить о крахе боксерской карьеры Фьюри еще слишком рано. Ему всего лишь 28. Он на 12 лет младше нашего Владимира Кличка. Поэтому вполне вероятно, что и из этой передряги цыганский король сумеет выйти победителем. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Кто лидирует в гонке стран по количеству миллиардеров и какой неопознанный объект засекли в водах великих озер США? Об этом и других новостях далее в нашем обзоре. В Нидерландах хотят разрешить автаназию пожилым людям. Правительство разрабатывает законопроект, который разрешит добровольно уходить из жизни тем, кто посчитает ее завершенной. При этом не обязательно иметь смертельную болезнь. Достаточно будет лишь желания самого пациента. Нидерланды первая страна в мире, которая узаконила автаназию для неизлечимо больных. Такой закон приняли в 2002-м. Только за прошлый год эту процедуру применили в отношении 5,5 тысяч человек. Китай обошел США по числу долларовых миллиардеров. В Поднебесной живут 594 богача. Это на 59 больше, чем в Америке. Рейтинг опубликовал Шанхайский исследовательский институт Хурун. Как и американский журнал Forbes, он ежегодно публикует данные о бизнесменах, чье состояние свыше 1 миллиарда. На сей раз рейтинг китайских супербогачей возглавил Ван Цзянлин, который занимается коммерческой недвижимостью и кинопрокатом. Его состояние оценивается в 32 миллиарда долларов. Корабль-призрак на Великих озерах в США. Такой странный и необычный объект удалось заснять местному жителю. Это видео в интернете за два дня просмотрели почти полтора миллиона человек. В сети люди гадают, что же это на самом деле. Мираж или все-таки какой-то неопознанный объект. На кадрах видно, как волны разбиваются о две вертикальные белые конструкции, чем-то напоминающие корабль. На Великих озерах за всю историю затонули 550 кораблей и около 6 тысяч оказались в аварийной ситуации. Четырехлапые разбойники. В Турции бродячие псы разбили машину. Водитель сначала думал, что это дело рук хулиганов, но видео с камер наблюдения повергло его в шок. Стая собак набросилась на машину, припаркованную на дороге. Животные умудрились разбить лобовое стекло, оторвать бампер и оставить много вмятин на кузове. Ремонт после собачьего беспредела обойдется владельцу авто как минимум в 2000 долларов. Настоящий птичий балет в Дании. Скворцы во время перелета в теплые края рисуют пируэты в небе. Стая птиц настолько синхронно взлетают и кружатся, что издали это похоже на компьютерную графику. Такой феномен датчане прозвали черным солнцем. Многочисленные стаи буквально затмевают небо. Такой птичий балет привлекает тысячи туристов. Нобель по литературе за музыку. Шведская академия присудила престижную награду Бобу Дилану. Легендарного поэта и музыканта отметили за создание нового поэтического языка в рамках американской песенной традиции. Легенде мировой рок-музыки 75. В его активе более трех десятков альбомов. Многие песни музыканта стали гимнами антивоенных движений и движений за гражданские права США. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей. А завтра не пропустите информационный вечер с Алексеем Лихманом. Мой коллега встретится с вами в программах подробностей и черное зеркало. А я желаю вам хорошего вечера. Увидимся на Интере. Субтитры создавал DimaTorzok